Привет, мои хорошие! С вами Лера, на своем канале я рассказываю о жизни в Польше, жизни в Кракове, показываю польские города. Но сегодня я решила попробовать новую рубрику, вдохновилась я форматом у своей подруги Лены. Она тоже живет в Кракове, рассказывает о жизни здесь, сравнивает Польшу с Россией. Короче говоря, думаю, вам будет интересно. Смотря видеодневники Лены, я поняла, что хочу тоже с вами говорить на какие-то важные темы в коротких роликах. И это очень кстати, потому что раньше у меня была рубрика новостей, которая, к сожалению, не набирала много просмотров, но очень мне нравилось. И я хочу продолжать с вами обсуждать актуальные темы о какой-то новостной или политической повестке в Польше. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Если вам нравится такая рубрика, я сделаю несколько пилотных выпусков и буду понимать потом, интересно вам это или нет. А тема сегодняшнего выпуска, там она у меня, выйдет ли Польша из ЕС. Что случилось? Ну, скорее всего, вы знаете, что 10 октября, в воскресенье, в Польше прошли огромные митинги, которые собрали очень много людей. И люди выходили на улицы с лозунгами «мы не хотим выхода из ЕС». Что вообще случилось? Почему люди выходят на улицы? Что происходит? И выйдет ли Польша реально из ЕС? Есть ли такая угроза? В этом видео я выделю два самых главных, по моему мнению, пункта, в которых политика ЕС не совпадает с политикой Польши. Первая касается европейской политики в отношении сообщества LGBTQ. В Европе все же хотят, чтобы все люди были между собой равны. Вообще такая политика равенства наблюдается. И даже в марте 2021 года Евросоюз объявил себя зоной свободы LGBTQ. Но одновременно с этим во многих государствах права их все еще ущемляются. И когда я говорю об ущемлении прав, то на примере Польши я приведу пример в то, что тут однополые люди не могут не то что вступать в брак, они даже не могут заключать так называемый гражданский союз. Ну, то есть каким-то образом регламентировать свои отношения, чтобы, например, не знаю, приходить в реанимацию друг к другу, уделить наследства, ну или еще какие-то юридические вещи. Польские политики заявляют, что тут не может существовать ничего такого типа, как гражданский союз или брак между людьми одного пола. И даже в 2019 году тут были приняты, например, такие документы, как резолюция против диалоги ЛГБТ и что-то типа резолюции о том, какая должна быть семья настоящая, польская, традиционная, о защите семейных ценностей. Там вроде бы напрямую ничего нет против ЛГБТ, но однозначно указывается, что семья это может быть только союз мужчины и женщины, но ни в коем случае никакие другие варианты. Все дошло до того, что отдельные гмины, города и воеводство начали принимать, объявлять себя зонами свободными от идеологии ЛГБТ. Есть даже такая интерактивная карта, где красным отмечены те регионы, в которых как раз эти резолюции против идеологии ЛГБТ приняты. Зеленым отмечены те регионы, где эти резолюции были приняты, но уже отменены. И чуть позже я объясню, почему. Ну и желтым отмечены такие более неопределившиеся области, но где все-таки существует так или иначе проблема того, что хотят там власти сделать эти зоны свободными от ЛГБТ идеологии. Что делает с этим Евросоюз? Ну на карте вы наверняка заметили, что зеленых областей достаточно много, то есть эти регионы когда-то принимали эту резолюцию, а потом отменили. Почему? Как так странно могло произойти? А так случилось, потому что еще в августе 2021 года такие воеводства, как Малопольская, Подкарпатская, Свентокшистская, Люблинская, Лодзинская, а также еще 100 городов и павятов, они были как раз таки, то есть они принимали эту резолюцию, все было окей. Но в начале сентября Европейская комиссия пригрозила тем, что она урежет финансирование на развитие, которое составляет ежегодно 126 миллионов евро, и 4 из 5 воеводств решили отменить эту резолюцию. Это текущая ситуация сообществом ЛГБТК в Польше, и в принципе тут, как знаете, с правами женщин и с запретом прерывания беременности, все-таки мне кажется, это не такую решающую роль играет. А более важно то, что польские политики делают с польскими судами, и какая судебная реформа в Польше проводится. Судебная реформа проводится уже с 2017 года, и главным ее достижением стало то, что здесь создали дисциплинарную палату Верховного суда. Это такая палата, которая может проводить дисциплинарное взыскание относительно судей, включая судей Верховного суда, но также еще там прокуроров и других юристов. Эта дисциплинарная палата может их наказывать и отстранять от должностей. И это само по себе странно, но еще терпимо, если бы и не то, что кандидатуры в эту палату сам президент Польши и выставляет на голосование. Конечно, за них можно не проголосовать, но по сути там может не быть кандидатура, которая каким-то образом нелояльна президенту и правящей партии. И это у Европейского союза вызывает просто огромнейшие вопросы. То есть, смотрите, может случиться теоретически такая ситуация, что есть какой-то судья Верховного суда, допустим, который нелоялен текущей власти, и он говорит, я не буду принимать решение, что, например, прерывание беременности незаконно или еще какое-нибудь другое решение, которое принимает Верховный суд. Тогда можно обратиться к этой вот дисциплинарной палате Верховного суда, все члены которой могут быть лояльны президенту, потому что именно он их кандидатуры выдвигал на голосование. Ну и что получается? Эта палата может этого судью нелояльного просто уволить. А это же нарушение вообще всего, чего только можно. Ну, в смысле того, как независимый суд должен работать, получается, он становится зависимым. И может так случиться, что суд будет принимать решения, которые нужны действующей власти. Но это не все. Теперь вот такой Верховный суд польский признал главенство польских законов над законами ЕС, что противоречит политики ЕС. Смысл в том, что как раз-таки законы ЕС, они возвышаются над законами всех отдельных государств. Но польский Верховный суд, польские правящие политики с этим абсолютно не согласны. Очевидно, что Европейский Союз это абсолютно не устраивает. И здесь есть разные сценарии развития событий. Но, во-первых, они могут просто накладывать какие-то экономические санкции на страну, которая делает такие вещи, противоречащие законодательству ЕС. Что, собственно, и происходит с Польшей, ну, еще и с Венгрией. Например, Польша уже отказана в предоставлении экономической помощи для восстановления экономики после пандемии. Ну, а второй вариант, что Польшу или выгонят из ЕС, или Польша выйдет сама. Против чего, собственно, поляки и протестуют. Но оно и понятно. Потому что, по свежим опросам, 81% поляков не собираются выходить из ЕС. И возникает вопрос, если есть такое большое противостояние в обществе, внутри, в польском обществе, поляки не хотят Плексита, по аналогии с Брекситом, то зачем польское правительство, действующая правящая партия под названием ПИС, делает, принимает такие решения, вообще это все делает. И тут, по моему мнению, есть две причины. Первая, это то, что они хотят укрепиться здесь, в Польше, укрепить свою власть. У них тоже есть подкормленные олигархи, подкормленные фирмы, свои какие-то не очень честные пути заработка, если можно это так назвать, и рычаги давления, влияния на разных людей. И вот, чтобы в Польшу не приходили какие-то компании, которые невыгодны в местной власти, какие-нибудь люди, которые тут тоже невыгодны, чтобы насчет Польши не принимались какие-то решения, которые будут ей невыгодны, или не говорили ей, где можно добывать уголь, а где нельзя добывать уголь, для этого правящая партия это и делает, чтобы быть независимой. Вторая причина более банальная, наверное, они хотят подкормить какой-то свой электорат, бабушек задобрить, показать им, что вот мы, поляки, на самом деле это наша идентичность, на самом деле мы такие гордые, независимые, ни под кого не прогнемся, но это все-таки такая побочная причина, опять же потому, что 80% поляков не хотят выхода из Евросоюза и даже среди электората ПИС. Самое здесь интересное, что Европейский Союз, в принципе, делает то же самое, что и польская правящая партия. Они ведь тоже хотят укрепить свою власть, в том числе здесь, в Польше. Они как раз и добиваются того, чтобы Польша стала более лояльной, чтобы Польша принимала всех компаний, которые им нужны, делала, добывала уголь или не добывала, когда это надо Европейскому Союзу, принимала какие-нибудь резолюции про ЛГБТК, про экологию, про еще какие-нибудь вещи, которые интересны Евросоюзу, чтобы Польша не блокировала решения в Европарламенте. Поэтому в конечном итоге у нас есть две власти, польское действующее правительство и Европейский Союз, которые хотят укрепить свою власть на территории Польши. И тут мы можем задаться вопросом, что же лучше для поляков. И, по моему мнению, полякам нужно оставаться в Евросоюзе. Хотя сейчас полный ужас происходит в либеральных СМИ, просто открываешь политику, читаешь какие-то авторские статьи про эту судебную реформу, про возможный выход из ЕС, который не произойдет, скорее всего. И там люди пишут просто страшные вещи, крышка гроба закрылась, просто Польша выходит из ЕС, нужно думать, куда увозить своих детей, куда переводить капитал. В общем, ужас какой, хотя даже ПИС не говорит о выходе из ЕС. Некоторые политики что-то там намекают, но на самом деле они тоже этого не хотят. Поэтому, отвечая на вопрос, который был задан в конце видео, выйдет ли Польша из ЕС, я думаю, что нет. Это не выгодно никому, ни простым полякам, ни действующей партии, ни Европейскому Союзу. Польша, во-первых, сама не такой уж экономический гигант, чтобы она могла самостоятельно существовать. Ну и плюс на нее Европейский Союз будет накладывать какие-то санкции, что сделает ее самостоятельную жизнь просто невозможной. Да и не хочет этого никто, 80% поляков вполне могут устроить Евромайдан похлеще, чем в Киеве. Что думаете по этому поводу, согласны ли вы со мной, боитесь ли вы того, что Польша выйдет из Евросоюза, и если вдруг такое произойдет, что будете делать, мои дорогие мигранты? Я вот не знаю. Но я думаю, что такого не произойдет, поэтому не прорабатываю даже в своей голове такой сценарий. Ставьте лайки, пишите комментарии и пока!